Всем привет! Вы снова со мной, с Еленой Беседовской, на моей кухне. Сегодня у нас постное блюдо. Почему? Потому что весна, потому что пост, потому что надо готовить легко, задорно и здорово. Мы сегодня с вами приготовим 5 блюд. Первое. Винегрет. Для этого мы берем белую фасоль, буряк, морковку, кислые огурчики и немножко лука. Второе. Это лобио. Красные бобы, орехи, чеснок, хмели-сунели и немножко лука. И на закусочку поставим еще немножко красного граната. Третье. Мы сделаем горячий суп из щечевицы. Это очень просто. Посмотрите. Это буквально пару минут, но какой вкус, потом ваши любимые оценят. Четвертое. Я сделаю спагетти из цукини. И покрою это топом из гуакамоли. Пятое. Мы с вами просто нарежем свежих овощей и подадим к ним ореховый соус. Первым делом я сделаю чечевичный суп. Нам понадобится, собственно, чечевица, лучок, морковь, чеснок и розмарин. Это французский рецепт. Он очень легкий. Вы ставите кастрюльку, наливаете туда ложечку, вторую масла. И вот в это все кладете чесночок и розмарин. Пока чесночок становится золотым, вы натерли на терочку морковку и порезали мелко лук. Заготовка для чечевичного супа готова. Я уже добавляю сюда лучок и морковку. Кстати, этому рецепту меня научил французский повар Стефан. Даю протомиться пару минут. Так, мои овощи уже немножечко протомились. Они уже очень красивые. Я добавляю чечевицу. Заливаю ее водичкой. Заливаю ровно настолько, сколько у меня должно быть супа. Мне надо на две персоны. Добавляем в суп соль и перец по вкусу. Доводим суп до кипения. Делаем маленький огонь и оставляем томиться до полного приготовления. Для приготовления спагетти из цукени нам понадобятся некоторые инструменты. Это терка и вот такая вот штука для паровой бани. Вот это у меня будет паровая баня. Спагетти из цукени готовы. Вот такая волшебная у меня есть штучка. Теперь я их кладу на паровую баньку. И даю им пропариться, пройти горячим воздухом буквально пару минут. Готовим соус галкамоли. Добавляем немножечко острого красного перца. Измельчаем чесночок. Традиционно соль, перец. Добавляем немножко лимонного сока. Я готовлю винегрет. Для этого я отварила все овощи и я их сейчас буду мелко нарезать. Для того, чтобы наш буряк не запачкал все остальные ингредиенты, мы его взбрызгиваем растительным маслом. Рецепт смотрите под видео. соль. Самый главный ингредиент для нашего винегрета. Почему главный? Потому что это белок, природный белок. Во время поста нет ни мяса, ни рыбы, зато есть и соль. Пожалуйста, приятного аппетита, вы будете очень сыты. Сейчас мы с вами будем готовить лобио. Это грузинское блюдо, но также недавно мне приятно сказать, что это и кухня ливанская. Это очень просто, легко и ярко. Посмотрите, я приготовила уже, собственно говоря, красную фасоль. Я взобью орехи, туда же взобью немножко лука, немножко чеснока. И мне сегодня на базаре, когда я сказала, что я готовлю грузинское блюдо лобио, подарили хмели-сунели и аджику. Вот такие вот приятное у меня знакомство. Поехали, работаем. Очень важная деталь – это гинза. И ее, как мне сегодня посоветовала одна грузинка. Нельзя взбивать блендером, ее надо просто мелко нарезать. Поэтому я сейчас постараюсь ее мелко-мелко нарезать. для украшения лобио мы используем гранат. Так, завершающее блюдо – это просто нарезать свежие овощи. Возьмите самые яркие овощи, которые у вас есть в холодильнике или которые вы любите, и сделайте себе удовольствие. У меня это желтый перец, это два вида капусты – морковка, перец красный и огурчики. Поехали! Вы спросите, с чем это подавать, как это кушать? Я отвечаю, что это не так. Нужно сделать ореховый соус. Его готовят очень просто – растирают орехи, варят их, добавляют немножко соевого соуса, соль и перец по вкусу. И все. Приятного аппетита! Кстати, у меня орех киши. Посмотрите, у нас с вами все получилось. Все пять блюд получились. И они все постные, они все прекрасные, они все яркие и, главное, они здоровые. Здоровые, потому что в них нет ни мяса, ни рыбы, ни яиц, ни молока. Ну вот, все как надо, все как нужно сделать во время поста. Я желаю вам легкого поста. Пускай эти пять блюд помогут вам выдержать это серьезное испытание. Будьте здоровы, будьте счастливы, готовьте для себя и для любимых. И пусть у вас все будет хорошо. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и жду ваших комментариев.